Валерий Седов В Рязанской области создадут аэрокосмическую инновационную долину. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщает пресс-служба правительства России, речь идет об инновационном научно-технологическом центре. Инициаторами его появления стали Московский авиационный институт и региональное правительство. С появлением аэрокосмической инновационной долины предположительно появится около 3000 новых рабочих мест. А к 2031 году налоговые поступления в бюджет Рязанской области станут больше на 5,6 миллиарда рублей. О своем желании участвовать в работе центра заявили уже более 30 компаний, которые разрабатывают около 60 инновационных проектов. Заинтересованность в сотрудничестве выразили промышленные гиганты. Объединенная авиастроительная корпорация, Алмаз-Антей, Роскосмос и корпорация тактическое ракетное вооружение. А Рязань отметила Пасху. Накануне православного праздника Николай Любимов посетил специализированную ярмарку, которую открыли, напомним, после его поручения о расширении формата ярмарочной торговли. Губернатор осмотрел торговую площадку, ознакомился с ассортиментом представленной продукции, а также пообщался с покупателями и продавцами. Пасхальная ярмарка перед МКЦ – это в первую очередь товары от местного производителя. Предприниматели из Рязани, Скопина, Сапашковского, Спасского и Шиловского районов представили более 100 видов своих товаров. Куличи, творог, яйца, мед, а еще сувениры и изделия ручной работы. Губернатору понравилось. Я считаю, что это здорово, потому что люди могут прийти что-то купить, и это эстетически очень красиво выглядит. И, собственно говоря, это место для еще одной территории для притяжения жителей. Здесь можно гулять, здесь можно ходить, просто посмотреть. Можно что-то купить детям, можно какие-то мастер-классы организовать и так далее. То есть мы, конечно, если людям это понравится, будем организовать такие ярмарки выходного дня. Ну, по многим поводам, народные праздники какие-то, церковные праздники, это просто какие-то знаменательные даты. По тематике именно, да, чтобы это было красиво, своевременно, эстетично и привлекало людей. Специально к Пасхе прямо здесь проводили мастер-классы. Вместе с профи расписывали пряники и деревянные игрушки. Вручную создавали свечи и правильно заваривали чай в самоваре. По словам зампреда правительства Артема Никитина, Пасха не единственный повод для проведения подобного рода ярмарок выходного дня. Предприниматели Рязанской области свою качественную и натуральную продукцию готовы предоставлять регулярно. Мы должны сегодня уже понимать то, что рязанское качество, оно ничем не хуже иностранного. И мы готовы полностью заменить те продукты, которые сегодня выпали из нашего оборота. И такие ярмарки, они как раз показывают то, что люди приходят в очередях, стоят здесь, чтобы купить рязанскую продукцию. И, конечно, мне кажется, даже место, где можно просто прийти отдохнуть, погулять, посмотреть мастер-классы, в них поучаствовать, пить горячего чая и самого настоящего русского самовара, которому больше 100 лет. Вот такая атмосфера, которая здесь находится, это не просто торговля, не просто продажи, это место встреч, место встреч рязанцев. Пасхальная. Первая ярмарка в списке тематических. По поручению губернатора Рязанской области их станет больше. Регион встает на рельсы импортозамещения, а значит, ассортимент товаров от рязанских производителей скоро станет больше. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Само же торжество, каноническое воскресение Иисуса Христа, произошло в ночь на 24 апреля. В рязанских храмах несли всеночную, а затем провели праздничные службы с крестным ходом. Подробности далее. В Христорождественском соборе вечернее богослужение провел митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Сотни человек пришли, чтобы поздравить друг друга со светлым праздником Пасхи. Службу посетил и губернатор Николай Любимов со своей семьей. Глава региона отметил, что праздник объединяет всех в вере и дает согласие. И только в этом согласии можно достичь гармонии. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! До начала богослужения перед Успенским кафедральным собором всем желающим раздали один из символов Пасхи – куличи. А любой желающий мог исповедаться. Традиционный крестный ход – это шествие навстречу воскресшему спасителю в светлом одеянии под непрерывный трезвон. Праздник Пасхи всегда был светлым продолжительнейшим христианским торжеством. В богослужебном отношении вся светлая седмица – как бы один объединяющий праздник. Во все дни этой седмицы богослужений бывает то же, что и в первый день, с немногими изменениями и переменами. Сама вообще Пасха, она по сути длится 40 дней. Вот до праздника Вознесения все это, все это такая Пасха, вся эта пасхальная, пасхальный такой цикл, вот он продолжается. И вот в эти пасхальные дни никто не должен остаться неутешенным. И даже те люди, которые или мало постились в силу каких-то обстоятельств, а может быть и вовсе не постились, те люди, которые пока что и не умеют поститься, даже никогда не пробовали. Всех Господь в эти дни призывает, как говорит святитель Иоанн, вкусить пира. Например, понедельник считается днем отдыха. Можно принимать гостей или ходить в гости, обмениваться куличами, яйцами, пасхами. По народной традиции парни в этот день брызгают на девушек водой, желая здоровья и счастья. А те дарят им расписные яйца. Воскресенье же называют Красной Горкой. В этот день провожают праздник и заканчивают все весенние обряды. Для Рязанского драматического театра наступает время преображения. Официально стартовал капитальный ремонт здания. Причем главная его задача сохранить, а в некоторых случаях и полностью восстановить исторический облик памятника архитектуры. 50-е и 60-е годы прошлого столетия – историческое десятилетие для архитектуры Рязани. Это время новых красивых знаковых зданий. Среди них дом – политпросвещение на улице Ленина, теперь филфак РГУ Есенина. Высоточный комплекс – торговый городок, дворец пионеров, здание филармонии, областной библиотеки и многие другие. В это же время возводят и современное здание Рязанского театра драмы – колоннада, лепнина, зал на 700 мест. Осуществить проект, разработанный в стиле позднего сталинского классицизма, поручили архитектору Ирине Чистосердовой. Много легенд ходит про этот проект, ходят легенды, что при постройке были заложены какие-то подземные ходы по театральной площади. Нет, конечно, такого ничего нет. Это была достаточно болотистая местность. Ее сначала укрепляли, бетонировали, поэтому есть легенда, что якобы что-то тут прокапывали, но нет, такого нет. Ничего. Здание интересное. Здание приводит в восхищение всех, кто к нам приезжает. И мы очень гордимся своим зданием, гордимся акустикой. Здание театра вместе с площадью действительно одна из визитных карточек города. Этот вид изображают на открытках, здесь фотографируются туристы. Любопытная деталь. Проект театральной площади разработал молодой выпускник Московского инженерно-строительного института Эмиль Кио. И надо сказать, со своей задачей будущий великий фокусник справился успешно. И хотя проект здания театра типовой, таких же в стране пять, в нашем городе он был немного доработан и изменен в нюансах. Изначально при постройке этого здания люстра должна была быть другой, гораздо менее нарядной. А в служебной части должно было быть два лифта для персонала. Директор театра принял решение отказаться от лифтов, чтобы здесь была побогаче люстра. Несколько лет назад Рязанский театр драмы включили в программу реновации объектов культуры по федеральной программе «Творческая среда» на 2021-2022 годы. По проекту отремонтируют помещения четвертого и пятого этажа театра, чердаки и подвалы, проведут работы на большей части системы вентиляции театра. Здесь уже поменяли окна в зрительской зоне и старые окна в служебной части здания, а также двери. На заказ сделали точные копии оригиналов, установленных в 1961-м. Только ручки оставили прежние. Мы всю жизнь думали, что они у нас темные. Прямо темные бронзы. Были уверены причем. И мы очень сильно удивились, когда привезли из Москвы после очистки. Москву отправляли на очистку. Привезли эти ручки, что они, оказывается, блестящие были изначально. Учитывая, что здание театра – памятник культуры, дизайнерские решения коснутся только выбора цвета поверхностей и световых приборов. Главная идея – вернуть все к первоначальному виду, который изменили в 90-е – начале 2000-х. На этом помните, здесь у нас мраморный пол. И рисунок тот, который был последние годы, он не изначальный. Сейчас сняли мрамор, залили в новые стяжки и будут восстанавливать тот рисунок мрамора, который был при постройке этого здания. Хорошо, что остались архивные фотографии. Остались фотографии, да. По фотографиям все вот. Восстанавливаем все по фотографии. Капитальный ремонт обещают завершить в октябре. Реновация здания, правда, не затронет сценическую коробку. Ну а пока ремонт в активной стадии, труппы гастролируют в регионе. Летом – турне по стране. Параллельно началась подготовка к новому, 235-му сезону, юбилейному, да еще и в обновленном здании. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Уровень воды в Оке упал, правда, всего на 4 сантиметра. Теперь уровень воды выше нулевой отметки на 5 метров и 5 сантиметров. До Рязани вода не дошла. Прогнозируют, что нынешний уровень будет пиковым. Но службы ожидают еще и сюрпризов от дождливой погоды. Региональный МЧС и вовсе утверждает, что поводок идет на спад. Однако Заокское и Коростово по-прежнему отрезаны от большой земли. Сейчас туда ходит катер. Дачные участки в Полянах и дорога в Борках подтоплены. Всего в настоящее время на контроле Главного управления МЧС России по Рязанской области находятся в подтоплении 3 низководных моста, 3 участка дорог, 28 приусадебных участков в поселке Борке, города Рязани и 7 приусадебных участков в селе Поляны Рязанского района. Обработка рязанских парков от Клещей обойдется городу больше чем в полмиллиона рублей. Соответствующий контракт разместили на сайте госзакупок. Согласно ему, начальная, она же максимальная цена, контракта составляет 531 758 рублей. Зеленые насаждения обработают в лесопарке, Центральном парке культуры и отдыха, парке Гагарина, парке Советско-Польскому братству по оружию, парке Морской славы, Комсомольском парке. Исполнительным контрактом стала дирекция благоустройства города. Напомним, обработка от Клещей проходит в скверах и парках сезонно. Очередные матчи чемпионата страны провели мужская и женская футбольные команды соперники. И тем и тем попались довольно неуступчивые. Встречи выдались малорезультативными. Матч в Краснодаре рязанские десантницы начали очень собрано, с упором на компактную защиту. И первый тайм в этом смысле стал практически идеальным. За спину защитники пустили нападающих хозяек лишь раз, но особой остроты это не принесло. А вот сами рязаночки запомнились резкими контрвыпадами, после одного из которых на 41-й минуте белоголубые открыли счет. Четкая комбинация завершилась ударом Виктории Тихон. 0-1. Во втором тайме рязанские футболистки стали играть увереннее, у них стало больше подходов, но в завершающей фазе не хватало точности. И когда дело катилось к минимальной победе гостей, ход игры неожиданно изменился. Вроде бы безобидный заброс на правый фланг атаки вдруг превратился в гол. Голкипер Рязань ВДВ Мария Жаманакова не оценила траекторию полета мяча, слишком далеко вышла из ворот, и Даниэла Басаева просто катнула мяч мимо нее. 1-1. Досадная ничья для рязанских футболисток. А вот у мужчин домашний поединок со Строгино смело можно называть матчем нереализованных возможностей. Столько, сколько рязанцы создали у ворот гостей в первом тайме, они не создавали очень давно. Били издали и в упор, но мяч упорно не шел в ворота. Гости терпели, а во втором тайме стали действовать острее. Сергей Правкин работал не покладая рук. Но гости все-таки дожали хозяев. На 84-й минуте Кирилл Шульга головой замкнул подачу с углового. 0-1. Здесь уже досада со знаком минус. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова